Новые финансовые технологии пошли в торговлю кассы самообслуживания, сканирования товаров прямо в тележках или через приложение в мобильном телефоне, где мы впереди, а где отстаем и почему. Финтех шагает в ритейл. Технологии, которые раньше использовались в основном в банках, постепенно внедряют в торговлю микрософонов продушек. Кассы самообслуживания, тележки с устройством для сканирования товара, возможность отсканировать покупку через приложение в мобильном телефоне, тут же с помощью смартфона оплатить и спокойно идти на выход. Это новая реальность нашего ритейла, которая уже приходит. Пионеры, конечно, банки. Мы в финтехе, наверное, впереди всей планеты. И теперь, когда телефон заменяет нам банковское окошко, эти же технологии завоевывают торговлю. Вышеупомянутые умные тележки появились в магазинах вкусвилл. Сканирование и оплату с помощью QR-кода тестируют в Азбуке Вкуса и разрабатывают в Магните. Технологиям покорны все классы супермаркетов. Нельзя сказать, что в высокотехнологичном ритейле мы тоже лидируем. Скорее, идем вместе с другими странами. Например, США. Рассказывает совладелец сети кофеин Take & Wake Алексей Петропольский. В Америке в любом бизнес-центре на первом этаже будет стоять некий мини-маркет, где каждый человек сам выбирает любой товар, сам его оплачивает по QR-коду и забирает. При этом, по статистике, доля воровства в таких магазинах не превышает 3%. И сдержки на фонд оплаты труда, на администрирование, они уже не в 2-3% от выручки, а они в 20-30%. То есть нужно понимать, что это реальная экономия. У нас ситуация все-таки иная. В отличие от Америки и других западных стран, в России дешевая рабочая сила. Техника дорогая. К тому же для ее обслуживания нужны специалисты. Им надо платить значительно больше, чем кассирам. Это может затормозить развитие. Хотя крупным сетям, которые вытесняют мелкую розницу, прогресс по карману. Расчеты приводит гендиректор компании «Эватор» Андрей Романенко. Тренд автоматизации идет, если средняя зарплата кассира на 30-40 тысяч, то автоматизировать автоматическую кассу, ну, я думаю, что уровень затрат на уровне полмиллиона. То есть, в принципе, за полтора года капекс отбивается. Это совершенно нормально для того, чтобы вкладываться в такую технологию. А дальше нас ждет то, что уже отработано на такси-агрегаторах. Динамичное ценообразование. Сейчас товары сопровождают бумажные ценники. И магазин по закону обязан нам продать эти товары по той цене, что указано на бумажке. В будущем ценники станут электронными. И цифры на них в течение дня будут меняться. В интервью «Бизнес.ФМ» руководитель технопарка «Фистех» Александр Ручьев рассказал о уже работающей цифровой платформе, которая как раз управляет стоимостью товаров. Мы меняем ее в зависимости от конъюнктуры. Внешне можем менять ее раз в сутки, два раза в сутки. А ведь раньше люди всегда знали, что батон хлеба стоит ровно 18 копеек. И были счастливы. А так у них в течение дня будет меняться ценник. Да, сейчас он будет меняться. И батон может стоить 12 копеек, в зависимости от свежести батона. И может быть человек именно такой батон выберет, а не за 18. Как главный итог, кассирам, мерчендайзерам и другим сотрудникам придется менять работу. Какой объем ручного труда заменит автоматика, пока оценить сложно. Уйдут, конечно, не все. Например, продавать алкоголь и сигареты по паспорту пока может только живой кассир. Хотя в перспективе с электронным паспортом и системой распознавания лиц и тут человека сможет заменить машина. Скажется ли все это на ценах в магазинах в ту или иную сторону? Не факт. Но то, что покупать становится удобнее, точно.